У каждого города есть свои символы, достопримечательности, которые отличают его от других. В Гомеле, в сердце города, это дворцово-парковый ансамбль румянцевых паскевичей. Уникальный комплекс памятников природы, история архитектуры расположена на правом берегу реки Сош. В его составе не только дворец румянцевых и паскевичей, собор святых Петра и Павла, парк, но и сохранившиеся элементы исторического ландшафта, городища древнего средневекового Гомеля, окружающая среда, парковой зоны и планировочная структура центральной части города. История создания дворца румянцевых паскевичей неразрывно связана с развитием Гомеля. Строительство дворцово-паркового ансамбля начато в 1777 году по указанию генерал-фельдмаршала Петра Александровича Румянцева, которому деревенька Гомель была подарена Екатериной II за выдающиеся победы в войне с Турцией. Затем дворец унаследовал его сын Николай Петрович Румянцев. В 1826 году он перешел во владение члену Государственного совета сенатору графу Сергею Петрович Румянцеву, младшему сыну фельдмаршала Румянцева-Задунайского. В 1834-м владельцем Гомельского имения стал крупный российский военачальник, участник Отечественной войны 1812 года, генерал-фельдмаршал Иван Федорович Паскевич. Его сын Федор Иванович Паскевич стал последним хозяином имения. Гомельский дворцово-парковый ансамбль формировался в несколько этапов. В конце 18 века стараниями графа Петра Александровича Румянцева, российского фельдмаршала, на высокой террасе реки Сож был построен в стиле классицизма «Великолепный дворец». В начале 19 века сын Петра Румянцева, Николай Петрович, построил ко дворцу боковые павильоны, флигеля, а недалеко от дворца – Петропавловский собор, один из лучших памятников архитектуры Белоруссии начала 19 века. Дворец представлял собой не только великолепное архитектурное сооружение, но и уникальное хранилище богатейших коллекций предметов старины и произведений искусства. Гомелю повезло, что во дворце было большое собрание произведений искусства, антиквариата. Это было при прежних владельцах, Паскевичах. Он представлял собой, наверное, действительно нечто наподобие музея, потому что специальный каталог даже Федор Паскевич, князь издал по поводу своей коллекции, и этот каталог включал очень много редких вещей и очень много ценнейших предметов искусства. Вот прямо здесь в башне размещались и подарки монарших особ, и папы Римского, которые принадлежали его отцу, фельмаршалу Паскевичу, и Николаю Первого. Это действительно были очень ценные собрания, и именно они послужили основой открытия в 1919 году музея. Сегодня мы можем назвать Паскевича одним из богатейших коллекционеров своего времени. На данный момент в составе музейного фонда Беларуси очень много интересных предметов, в том числе уникальная коллекция часов музея Гомельского дворцово-паркового ансамбля. Большинство ее экспонатов выполнены великолепными мастерами-часовщиками Европы, преимущественно французами и англичанами. В коллекции часов Гомельского музея есть произведение работы Пьера Филиппа Томира, придворного мастера Наполеона Бонапарта. Эти часы представляют собой очень сложную композицию под названием «Кориоланы в Алумни» из древнеримской истории. А часы, сам механизм выполнял Муанне, часовщик, который работал все время с этой фирмой. Одна из известнейших во всей Европе, во Франции. Неотъемлемой частью дворца является парк, который по-своему прекрасен в разное время года. Из-за границ и регионов России сюда завозились разнообразные породы деревьев и кустарников, в том числе экзотические. Сейчас здесь их насчитывается более ста видов. Гомельский парк впечатлял современников, а после масштабных преобразований архитектурно-парковый ансамбль считался одной из лучших российских усадеб. Не только дворец, но и окружающий его прекрасный парк восхищает всех тех, кто приезжает в Гомель. Известно, что ранее здесь бывал император Николай I с семьей. В городе над Сожем выступал Леонид Утесов. И, возможно, он, как и многие, пришел и прогулялся по дорожкам парка. Сюда приезжали Маяковский и Блок. В Гражданскую войну и в годы Великой Отечественной судьба дворца и его замечательных художественных коллекций складывалась непросто. Так, в период Второй мировой войны музейные ценности были эвакуированы. А в июне 1946 года фонды возвратили в Гомель. Но оказалось, что из предметов осталось около 200 экспонатов. Хотя в музее в довоенное время насчитывалось более 7,5 тысяч экземпляров. Коллективу сотрудников предстояла большая работа по воссозданию музея и его экспозиций. В сегодняшней жизни музей Гомельского дворца и паркового ансамбля ценнейшим, конечно, фондом является так называемый фонд Паскевичей. То есть то, те около 300 предметов, которые выжили после перипетий, революций и войн и всяческих переездов. И это действительно кладезь, они в основном представлены в постоянно действующих экспозициях. Коллекции часов очень интересные. Любопытное собрание фарфоров. В принципе, вообще художественная бронза, в том числе и скульптура, в том числе и мелкая пластика. У нас интересная коллекция иконописей, как местных школ, таких народных, так и старообрядческой, собственно говоря, тоже ставшей местной, ветковской так называемой. Очень интересное собрание современных художников, которые жили и творили на нашей земле и наших земляков, которые уехали отсюда, например, народный художник РСФСР Георгий Низкий. Все эти собрания представляют самое разное комплектование и в различных выставках довольно аттрактивно показывают наши фонды. История Гомельского дворцово-паркового ансамбля, которой почти 240 лет, неразрывно связана с судьбами не только его владельцев, но и их самих гомельчан. Интерьеры дворца Румянцевых и Паскевичей парк – это труд и талант многих известных архитекторов и художников, и в частности архитектора автора дворца Ивана Старова, а также Адама Яцковского из Варшавы, Анджия Голонского и Станислава Шабуневского. Субтитры подогнал «Симон»!